Католики по всему миру отмечают Рождество. Самый долгожданный праздник года встречают в ночь с 24 на 25 декабря. Традиционные ярмарки и народные гуляния в этом году проходят в условиях повышенной безопасности. Так в Германии прихожан обыскивают на входе в собор, а в Перу Санта-Клаусы помогают бороться с преступностью. Обо всем подробнее расскажут мои коллеги. Рождество в этом году проходит в напряженном настроении. На фоне обострения на Ближнем Востоке радикальные исламистские группировки угрожают нападениями во время праздников. Потенциальные цели – ярмарки, места народных гуляний, церкви и соборы. Во Франции, Австрии, Испании, Италии, Чехии и других странах за порядком следят усиленные вооруженные патрули. Германии посетителям знаменитого Кёрнского собора придется пройти досмотр. Меру ввели после того, как в воскресенье поступила информация о подготовке теракта. Со вчерашнего вечера собор охраняют собаками. Мы также просим посетителей по возможности не брать с собой сумки. Иначе нам придется их обыскать. Все ради безопасности людей во время рождественской мессы. На угрозы отреагировал и папа римский Франциск. Во время традиционной рождественской проповеди понтифик призвал к мирному решению военных конфликтов во всем мире. А в Перу Санта-Клаусы сами встали на стражу закона. Полицейские накрыли банду наркоторговцев. А чтобы преступники ничего не заподозрили, на захват пошли переодевшись в рождественские костюмы. Санты в США тоже экстремально встречают праздник. Во Флориде прошел традиционный серф-заплыв в рождественских костюмах. Сотни Санта-Клаусов штурмовали волны близ пляжа Какао-Бич. Такие заплывы проводят уже 15 лет. Тем временем миллионы людей следят за путешествием Санты в режиме онлайн. Американское командование воздушно-космической обороны запускает систему слежения за оленью пряжкой Санта-Клауса 19-й год подряд. Наблюдать за ним можно через сайт и мобильное приложение.